Кольки на гомешине пешеходов-порушальников докладно наполнено не ведает никто. Справа в том, что при наявности суперсовника Держа-Аутоинспекции шмат, кто лечит задевшие правила, не порушать. Зато и при его отсутствии могут и на червенный сигнал светлофора дорогу перебегчей и машину, которая рухается с усим помощью, не увидеть. В уголе место, где порушение правил дорожного руха отбывается наибольшее часто. Суперсовники Держа-Аутоинспекции ведутся добрым. На той же улице Кирова кажут, после установки городжев колькась ожидающих перебегчей проездного участка у невызначенном месте скоротилась у разы. Чего, на жаль, нельзя сказать об участку, кая Гомельского автовокзала. Не глядячи на отсутствие пешеходного перехода до припынки громадского транспорта, люди идут один за одним. Шматкаго навод наявность суперсовника ДАИ не спиняя. С этого года, до речи, у Гомеля почался эксперимент с выкрыстанием новых технологий. На одной из улиц установили первый в Беларуси так званный лежачий светлофор. Правда, на кольке эффективным окажется такое новое увядение, можно будет мерковать только некий час. Это дополнительное информирование пеших участников дорожного движения о предупреждающих сигналах светофора, либо разрешающих сигналы светофора. То есть данная светодиодная подсветка, она дублирует сигналы светофора красный и зелёный. Сопроцовники областной ДАЖ-Аутоинспекции «Пиракананы» дороги гомечены беспечные, а не только при одной умове, коли выконывается на их усе потребование правилов дорожного руху. С чем, на жаль, у шмат этих джихаров в области есть значные проблемы. В связи с этим, все это вы решили взмостить профилактическую работу сирот водителям и пешеходам на конкретных прикладах, какими неприемными они не были. Я бы скажу, ничего не утуевать. Люди повинны ведать реальное становище. Максима тогда и поводить себе на дорогах будут вошь уважливы. За полтора месяца со стороны сотрудников Государственной инспекции проведено более тысячи профилактических мероприятий. Это в организациях, предприятиях, где доводится непосредственно дорожно-транспортный травматист с участием пешеходов. Рассказываются примеры совершенных дорожно-транспортных происшествий, когда люди погибают. Александр Тюров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».